здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика автомат каас нас снова удивляет сейчас расскажу в общем это у нас секция 500 вольт вот abc шины идет ответвление на рубильник машиновка на автомат с автомата у нас кабель вот лицевая сторона рубильник машиновка автомат каас оптимат d на 400 ампер с микропроцессором рассыпителем mr1 и отходящий кабель трансформатор тока к нему подключен вот щитовой прибор нагрузки сейчас нет фидер этот скоммутировали не так давно он практически не находился под нагрузкой так как он является резервным вводом так вот смотрите что я заметил при ближайшем осмотре вот такие вот следы видите особенно пострадавшая выглядит фаза b но и на фазе а и c имеются следы внутреннего нагрева в самом автомате внутри корпуса автомата почему внутри да потому что это место оно как раз таки вот видите сбоку находится на месте наверно скорее всего силового контакта автомата это очень и очень печально вот видите здесь соединение идет шин в этом месте а нагрев проявился чуть ниже где-то вот в этой части наверно нагрузки у нас нет было у нас одна сработка вот 452 ампера при пуске данный автомат у нас отключился но здесь была ошибка пусконаладчики установили номинальный ток данного аппарата не 400 ампер на 360 вроде стоял или 320 не помню касс продолжает нас радовать в кавычках потому что у нас отказал однажды микропроцессор на рассыпителям r8 я вам как-то об этом уже упоминал также имеются проблемки вот с этими рассыпителями mr1 где здесь лампочки горят как гирлянда на новогодней елке это тоже я вам все рассказывал в отдельном сюжете есть интересно посмотрите но данная ситуация меня вообще не радует потому что следы очень серьезные и по идее автомат уже подлежит замене а сейчас давайте мы я вам покажу рабочий ввод и мы посмотрим текущее состояние автомата на рабочем вводе и сравним вот наш рабочий ввод но здесь все аналогично секция 500 вольт он верхушинки abc здесь стоит рубильник или разъединитель кому как удобней дальше шинки приходят на наш автомат аналогичный автомат трансформатор тока для щитового прибора он там стоит новенький и кабель уходит на нагрузку вот щитовой прибор и наш автомат все аналогично но здесь я таких следов как на резервном вводе не вижу хотя этот фидер чаще находится в работе все здесь чистенько никаких нагрев я не вижу как я и показал нагрузки на нем нет а я хотел посмотреть нагревы именно рабочего фидера зато на соседнем автомате веселые картинки шпилька немножко греется до 30 градусов у автомата верхняя и внизу средняя до 41 градус до 44 когда на соседних температура чуть меньше ну коль приехал проведу тепловизионный осмотр других фидеров вдруг что-то еще более критичное обнаружу поехали так нашелся у нас один хороший нагревчик 73 градуса присоединение шпильки автомата к шине вот желтая фаза кстати видно немножко черный болт и га и гаечка 73 градуса соседние нормально в общем вот такое получилось небольшое видео так сказать весть из полей очередная проблемка у нас с автоматом кс будем разбираться будем писать сейчас на завод производитель какие уточнять какие комментарии они могут дать по данной ситуации ну и буду вас держать в курсе событий так что чтобы не пропустить самое интересное приставитесь на канал ставьте обязательно лайк вот если у вас есть какие то вопросы пишите об этом в комментариях также напоминаю всем про наш замечательный чат в телеграме чат электрики где мы ежедневно обсуждаем различные вопросы на электротехническую тему переходите обязательно в чат присоединяйтесь к нашему сообществу ну а с вами как всегда был Дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok